друзья рад вас всех приветствовать сегодня стало известно о том что путин нервничает а сша отбрасывают церемонии но давайте же обо всем по порядку и начнем с громкого заявления президента российской федерации путин санкции для нас загадка падение доходов населения не катастрофа путин до конца не понимают почему против россии вводятся санкции не не считает катастрофой ситуацию в экономике с ростом безработицы и падением реальных доходов граждану что касается того что россияне еще должны потерпеть все мы это знаем российские чиновники и политики на это регулярно намекают да и сам путин ради государственности почему бы и не потерпеть поэтому путин так спокойно говорит о том что до доходы населения упали и цены растут но это не катастрофа народ потерпит не впервые же но что касается от того что санкции для нас загадка меня просто крайне удивлять это даже не включение дурака это не знаю как назвать потому что когда страны европейского союза когда соединенные штаты америки и другие в общем-то странные вводят санкции против российской федерации сразу же указывается четко причиной неужели путину там кремле не докладывают за что конкретно ввели санкции более того путин же общается с лидерами из той же меркель которая проводила с ним многочасовые беседы она же ему говорила и поясняла за что санкции что нужно сделать чтобы их снять и что путин все это забыл вылетела с головы или что это вообще происходит как это он до конца не может понять причину понять за что ввели санкции против российской федерации и соответственно и факторы могут повлиять и решение на то чтобы эти санкции были сняты голос америки прямо пишет о том что президент российской федерации нервничает не критикует ответ властей соединенных штатов америки на самом деле то что путин нервничает это точно сегодня белый дом сообщил о том что байден не будет сдерживаться белый дом передал сигнал путину перед саммитом женеве заявление пресс-секретаря белого дома джан псаки байда не допустит уступок и будет действовать максимально решительно на женевской встрече с главой кремля путиным вашингтоне прогнозируют трудный разговор будет трудный разговор но байден не будет сдерживаться путин это очень хорошо осознает на знаете что здесь самое важное о чем нужно сразу же сказать дело в том что в принципе вот американские власти вот политикум и общество в общем-то те люди которые влияют на принятие решений это решение будет коллегиальное что касается путина кремля адских санкции прошло не раз уже говорили российские олигархи ну хотя бы по той причине что международное рейтинговое агентство муди допустила отключение российской федерации от международных платежных систем значит полным ходом идет разговор просчеты того можно ли россию отключить если уже международные рейтинговое агентство это допускают то это говорит о многом и конечно же это знает в кремле потому что мы не знаем переговоров по дипломатическим каналам это же никто в прессе не освещает возможно кремль уже предупреждают и будем приблизительно понимает что его ожидает кроме того еще одна новость и за что еще могут добавить санкции это то что федеральное бюро расследований уверена что россия несет ответственность за атаку на крупнейшего в мире переработчика мясо фбр установила группу ответственную за кибератаку на транснациональную кампанию крупнейшую в мире переработчика мясо след ведет в российскую федерации по поводу кибератак сегодня новость из украины служба безопасности украины заблокировала кибератаку спецслужб россии на украинские органы власти заказчики планировали поразить компьютерные сети органов госвласти местного самоуправления и объекта критической инфраструктуры украина активно борется с кибератаками регулярно есть новости на первых порах некоторые из них были успешными в том числе по моему 2017 году на сейчас же мы видим что украина в общем-то активно борется и что касается сша мы видим тоже последствия будут вкладываться деньги это что сейчас путин и кремль москва на это идет ничем хорошим это точно не обернется и никто этого точно не испугается неприятная новость для кремля из турции турция заявила об открытии нового месторождения газа в черном море зен турции эрдоган заявил что буровое судно афати недавно обнаружила залежи газа объемом 135 миллиардов кубометров на газовом месторождении сакарья по поводу турции новости такие что турция не только себя хочет обеспечивать газом черного моря а еще и экспортировать его по поводу новостей из белоруссии тоже есть несколько таких моментов которые нужно процитировать и прокомментировать пример белоруссии считает что возможный ущерб от санкций запада не превысит 3 процента ввп и такое уверенное лицо такой уверенный взгляд все хорошо солнце это три процента ввп и знаете я сегодня увидел эту новость и сразу же вспомнил аналогичные новости из российской федерации к примеру такая вот лето 2018 года экспертное мнение ущерб от последней волны санкции сша составит примерно 1 и 2 1 и 3 процента ввп а потом видели взять и протесты санкции сша лишают наших детей куска хлеба работники российского газа дерипаски напомним эти новости но на самом деле что касается беларуси все гораздо серьезнее смотря на такие заявления премьер-министр например по поводу украины есть новости о том что беларусь болезненно переживет потери украинского рынка это заявление эксперта белорусы возят в украину больше товаров чем украина экспортирует и в этом смысле украинский рынок является для белорусов достаточно важным сказал эксперт прежде всего речь идет о поставках украину белорусских горючее смазочных материалов бензина калийных удобрений речь идет о том что беларусь пройдет в украину на миллиарды долларов товаров больше чем покупает чем продается тест на украина в беларусь своих каждый год беларусь за счет украинского рынка зарабатывает миллиарды долларов а сейчас же отношения ухудшаются украина совместно западном с европейским союзом будет вводить поддерживать санкции и не ситуация для режима лукашенко вне всяких сомнений критическое еще одна новость из беларуси белорусский политолог уехал в украину после интервью протасевича он уточнил что теперь в украине добирался окольными путями как именно не скажет может понадобиться еще кому-то эта новость почему комментирую вот это знаете сигнал того что белорусы начинают понимать что в москву ехать точно не стоит конечно же украина и украинцы для белорусов это вне всяких сомнений братский народ и украина может и помогает именно белорусам и конечно же украина сделала все для того чтобы помочь белорусам что касается в противостоянии режиму диктатора российские сми пишут о том что украина привязала к себе россию титаном а еще цирконием и калином украина 2018 2020 годах обеспечивала поставку 82 и 9 процентов сырья для производства титана 51 и 2 процентов циркония и 70 процентов калина и такие бурные комментарии под этой новостью россияне как же так что украина обеспечивает россии такими стратегически важными видами минерального сырья и тут с другой стороны у меня вопрос украине возможно стоит подумать над тем чтобы обеспечить производство не производства построить у себя аналогичные заводы которые есть в российской федерации по производству того же титана и других видов продукции если есть сырье зачем же просто сырье экспортировать в российской федерации с другой стороны россияне возмущаются почему в россии не добывают вот эти минеральные ресурсы ситуация такая что зависимость российской федерации от украины все же есть и украине тоже нужно думать что сделать для того чтобы отвязать от себя россию в общем то так как пишут российские пропагандисты двое россиян незаконно приплыли в украину чтобы отдохнуть в одессе пограничники задержали двух россиян которые ради отдыха в одессе переплыли реку ворска через который проходит российская украинская граница я очень сомневаюсь что они прям плыли через реку чтобы просто отдохнуть в одессе данилов заявил секретарь снбо что франция и германия должны нести ответственность за аннексию крыма это первое такое официальное заявление от украинских властей данила говорит о том что и в 2008 году когда украина подавала заявку на подачав на то именно из-за того что германии франции эту заявку заблокировали украина не получила статус подача сейчас же украина про это говорит прямо если бы украина тогда получила статус подача выполнила все условия вступила в нато то конечно же такой аннексии крыма 2014 году точно бы не было горбуллин академик это известный украинский чиновник я уже не только мне однократно про него рассказывал заявил о том что технологическое переворужение украины является щитом от российской агрессии он еще раз говорит о том что украине нужны ракеты с дальностью поражения цели до 2000 километров что запад против этого украина добивается того чтобы иметь ракетный щит который бы сдерживал кремль но пока ситуация такая и тут еще тоже по этому поводу интересный момент недавно буквально недели две назад была новость о том что садин что америке не против того чтобы южная корея строила ракеты большой дальности а украине как мы видим пока он добру на это запад не дает слуги считают что критики и законопроекта зеленского подыгрывают олигархам речь идет про законопроект про олигархов и предыдущих двух выпусков про это говорил не хотят украинские олигархи чтобы этот закон был принят подключаются так называемые эксперты политики что там не то не так нужно переделывать но есть заявление от саакашвили саакашвили о законодательной борьбе зеленского с олигархами беспрецедентный факт саакашвили назвал историческим законопроект президента украины об олигархах этот закон это исторический факт абсолютно беспрецедентный на постсоветском пространстве и восточной европе где везде есть данная проблема заявил глава исполкома реформ саакашвили посетовал что предыдущий президент украины порошенко несколько раз изучал его предложение по диаграфизации но так и не предпринял никаких практически шагов в этом направлении я был бы счастлив если бы порошенко написал закон мы бы уже имели возможность сейчас что-то улучшить добавил политик тут я хочу сказать что это закон нужно было принимать уже давно потому что олигархи украины правят уже не один десяток лет и мы видим к чему это все ведет нужно соответственно дело все для того чтобы украина переставала быть феодально олигархической по сути державой нужно избавляться это феодально олигархической системы закончим этот выпуск на хорошей ноте для украины украинский экспорт в этом году вырос более чем на четверть это заявление премьер-министра шмыгаля все января по мае 2021 года украинский экспорт вырос более чем на 25 процентов или почти на 5 миллиардов долларов за на там все всем большое спасибо за внимание и до новых встреч всем пока